Здравствуйте! Сегодня гости нашей студии Генеральный директор Агентства по социально-экономическому развитию агломерации Юрий Григорьевич Кузнецов и Генеральный директор Агентства передовых инициатив, технологий, проектов Сергей Семенович Галант. И тема нашего разговора – создание Ульяновско-Димитровградской агломерации на территории Ульяновской области. Предлагаю начать с того, что объяснить нашим зрителям, которые вообще первый раз может слышать слово «агломерация», что это такое. Пожалуйста, Юрий Григорьевич, я думаю, что это вам вопрос. Жизнь в последние годы, десятилетия меняется достаточно заметно, увеличивается плотность населения. Во многих местах мы порой даже не замечаем, где заканчивается один город, начинается другой, одно муниципальное образование, другое. Если бы не было дорожных знаков, мы бы, наверное, и не понимали, где граница. Естественно, у муниципалитетов, у городов возникает очень много вопросов, которые целесообразно и более эффективно решать совместно. И для того, чтобы это возможно было, формируется такая форма территориального развития, как городские агломерации. Когда несколько муниципальных образований, когда часть территории, в данном случае Ульяновской области, будет функционировать как единый механизм территориальный. Соответственно, инвесторами будет восприниматься как единая территория, несмотря на то, что внутри там есть границы. Бывает ведь такое, что мы живем в одном городе, работаем в соседнем, ребенка в спортивную секцию вводим, вообще в третье муниципальное образование. Отдыхаем в четвертом. Да, отдыхаем в четвертом. И все это в пределах 40-50 минут езды. То есть, вот эти вот отдельные муниципальные образования уже функционируют как единые территориальные. И, естественно, задача власти в данном случае, можно же было просто смотреть, ну как-то оно само происходит. Но есть много вопросов, с которыми жители сталкиваются на приграничных, на границах, что называют, юридические вопросы. Например, не очень просто устроить ребенка в детский сад не по месту прописки, а по месту реального проживания. Все это знают. И вот для того, чтобы исключить эти проблемы, сделать жизнь горожан более комфортной, власть должна, наверное, как-то участвовать в управлении этими процессами. Нивелируя вот эти отрицательные стороны и усиливая положительные стороны от урбанизации. А в Российской Федерации уже создаются такие агломерации? Да, в 2014 году тогда еще Министерство регионального развития создало межведомственную рабочую группу по социально-экономическому развитию агломерации. Я, кстати, являюсь ее членом с момента создания. Основная задача которой отработка вот этих вот новых механизмов территориального развития, функционирование территорий отдельных муниципалитетов совместно. Отработка и механизмов управления, и механизмов привлечения инвестиций. И одна из задач межведомственной рабочей группы – утверждение перечня пилотных проектов. На сегодня в России утверждено 16 пилотных проектов по развитию агломерации, в том числе Ульяновска, Димитровградского является тоже пилотником. Не все пилотные проекты развиваются динамично, некоторые очень активно продвинулись, некоторые так и замерли в той стадии. Но, тем не менее, идет эксперимент, результатами которого будет наработка как раз вот этих новых управленческих механизмов совместного действия соседних городов. Ну, поскольку уже заговорили об Ульяновско-Димитровградской агломерации, вот Сергей Семенович, предлагаю вам рассказать, что будет представлять собой Ульяновско-Димитровградская агломерация. Ну, в том же 14-м году, в декабре, было подписано соглашение между 9-ю муниципальным образованием Ульяновской области. Это три города. Город Ульяновск, город Димитровград, Ново-Ульяновск и 6 муниципальных районов. Четыре Заворских, Меликевский, Чедоклинский, Старомаинский и Новомолоклинский, и Ульяновский и Цельнинский район. О создании Ульяновско-Димитровградской агломерации. Поэтому первый формальный шаг, он сделан был еще в 14-м году. Были определенные наработки по созданию концепции. И частично эти наработки вошли в концепцию развития Ульяновской области до 2030 года. Но время, оно, к сожалению, и торопит с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, не дает возможности быстро двигаться. Почему? Очень важный момент – это прописание агломерационных идей и мыслей в том законодательстве российском, которое, к сожалению, и до сих пор еще до конца не сделано. Вот это то, что сдерживает. То, что это необходимо, Юрий Григорьевич уже сказал. Я могу сказать пример, предположим, по Ульяновской области, такой нестыковки между муниципальным образованием и сдерживанием развития Ульяновской области за этот счет. Очень мне близкий, знакомый Старымаинский район, в котором есть сего Дмитрия Помрецкина. В этом селе прекрасная школа, суперпрекрасный детский сад, через река Уремь и на другой берегу Чадоклинский район и сего Инганаева, в котором нет таких заведений. Мы принимали инганаевских детей и в школу, и в детский сад, но при этом все затраты нес Старымаинский район. Не потому, что какой-то жадный глава Чадоклинского района, он просто в соответствии с законодательством не мог участвовать в этом проекте. Да, бюджетный кодекс не позволяет. Не позволяет. Поэтому о таких, вот я говорю, что приграничных ситуаций в Ульяновской области очень много. Более того, что между, как я сказал, селами река и мост. Мост не приспособен для движения детей, которые двигаются. Это очень опасно в этом самом, в плане продвижения. Ни один из муниципалитетов не имеет права вложиться в постройку, потому что мост региональный. Да, очень интересная ситуация. Я просто вот яркую ситуацию, которая есть. Поэтому таких моментов, которые влияют на комфортность проживания наших жителей, на оказание нужных услуг нашим жителям, очень много. Это первое. Второе, экономические условия. Все мы прекрасно знаем, что у нас в Ульяновске создается экономическая зона Заволжья, особая экономическая зона, портовая. Сейчас очень много говорится о технологической долине, о проекте Сантор. Но при этом мы как-то забываем, что мы втягиваем в процесс большое количество муниципальных образований. Ибо люди из соседних районов будут, и уже сейчас приезжают, и работают. А для того, чтобы им комфортно добраться до работы, и потом вернуться в место своего проживания, необходимы хорошие дороги. И в этом случае, если бы мы это могли обеспечить, из той же Старой Мэйна, которая в 60 километрах от Ульяновска, люди спокойно бы приезжали, бы работали, возвращались, потому что это занимает, ну, 50-40 минут. Ну, меньше часа. Конечно. Это находится абсолютно в нормальной зоне. Внутри Ульяновска порой люди гораздо дольше добираются до работы. Поэтому вот таких вот проектов, таких проектов, можно перечислить очень много. Которые, к сожалению, именно тормозятся в своем развитии из-за несоответствия действующего законодательства и реализации. Агломерация – это не есть объединение, принудительное объединение муниципальных образований. Это вовлечение их в единое социально-экономическое пространство, в котором действительно во главу угла вставил комфортность проживания нашего жителя. При сохранении самостоятельности этих муниципалитетов. Я, как пример тоже международного опыта, Кёльнская в Западной Германии агломерация в составе более 60 муниципалитетов. И они прекрасно между собой функционируют. Между ними устанавливаются соответствующие договора о взаимодействии, которые именно направлены на комфортность жителей, повышение экономического потенциала и многих других положительных моментов. Добавлю, а Большой Париж – это 1200 муниципалитетов. Мы воспринимаем это как отдельный город, но юридически это больше тысячи муниципальных образований. И всё это функционирует как единый территориальный механизм. Люди не знают, где заканчивается одно муниципальное образование, где начинается другое. То есть им это не мешает. Юрий Григорьевич, поскольку уже Сергей Семёнович затронул тему законодательства, Вам, наверное, лучше известно, что какие изменения как раз в законодательстве предполагаются? К сожалению, действительно, российское законодательство слабо регулирует вопросы межмуниципального взаимодействия, сотрудничества, развития агломерации. Более того, даже само понятие «городская агломерация» законодательством не определено российским. Но в последнее время руководство страны, правительство делает достаточно много для того, чтобы эту тему начать продвигать. Во-первых, я уже говорил, существует межведомственная рабочая группа по социально-экономическому развитию агломерации. Сейчас её деятельность курируется со стороны Министерства экономического развития. Во-вторых, 172-й закон о стратегическом планировании в Российской Федерации предусматривает возможность разработки стратегии как части территории. Не стратегии, в данном случае не только стратегии Ульяновской области или, допустим, города Ульяновска, города Димитровграда, а нескольких муниципалитетов как части территории. То есть, фактически, это законодательная возможность разработки стратегии агломерации, которая включает в данном случае 9 муниципалитетов. Схема территориального планирования по Городостроительному кодексу тоже может быть разработана как для части территории. В последнее время сейчас заканчивается разработка концепции территориального развития Российской Федерации, пространственного развития Российской Федерации, в котором тоже понятие городской агломерации прописано во всех вариантах развития, которые предусматривает концепция. Президент в январе подписал указ, в котором тоже говорится о том, что городские агломерации – один из основных элементов пространственного территориального развития, регионального развития. Поэтому законодательство идет к этому. К тому, чтобы отрегулировать эти вопросы. Более того, и мы сегодня, возможно, на совещании будем это обсуждать, подготовлен проект закона с участием Союза Российских Городов, экспертов Союза Российских Городов. Я участвовал в подготовке документа, эксперты агентства, которые я возглавляю, закон, ну, назовем это так, о развитии агломерации. Название там маленькое другое. Он предполагает изменение законодательства в два этапа. Сначала внесение изменений в отдельные законодательные акты, которые позволят упростить какие-то процедуры, вот уже сегодня. Я не буду сейчас там конкретными терминами пользоваться, но на сегодня снять барьеры, которые уже существуют. И второе – сделать схему, ну, близкую к той, которая, допустим, существует в других странах, которые давно развивают городские агломерации, например, во Франции, в том числе, возможно, с передачей части муниципальных полномочий на межмуниципальный агломерационный уровень. Допустим, во Франции это делается добровольно, муниципалитеты садятся, вот 9 муниципалитетов сели, сказали, а мы будем совместно заниматься вывозкой мусора. И там совместно заниматься в утилизации твердых бытовых отходов. Подписали соглашение, передали эти полномочия вместе с деньгами на уровень агломерации, и сами уже этим не занимаются, а по их поручению занимается вот этот вновь созданный агломерационный уровень. Также, например, в Страсбургской агломерации общественный транспорт функционирует. То есть им управляет не сам муниципалитет Страсбурга, а межмуниципальный уровень, агломерационный, на который переданы эти полномочия. Очень удобно. Ну, во всяком случае, человек не получает неожиданность, когда пересаживаясь на границе со своего автобуса, на городской автобус, вдруг видишь, что билет в два раза дороже стоит. Или наоборот. Да, это точно. Что происходит порой в Ульяновской области? А это, кстати, везде по стране. Да. То есть внесение изменений будет уже в этом году, я так понимаю, да? Я не думаю. То есть сейчас этот закон подготовлен, проект подготовлен года два назад. Сейчас активно заинтересовался этим проектом новый состав комитета Государственной думы по местному самоуправлению. Я думаю, что процесс существенно активизируется. Наверное, будут внесены какие-то изменения, но интерес власти, властных структур к этой части, к этим возможностям территориального развития, он в последние годы вполне заметен, и я думаю, что многие вещи сдвинутся. Ибо агломерационные процессы, они объективны и происходят во всем мире. И Россия, к сожалению, не в первых рядах в плане реализации этих. К сожалению. И проектный офис, который создан для начала реализации этого проекта, он создан на базе нашего агентства. Хочу сказать несколько слов. Меня очень импонирует активная позиция в этом вопросе и руководство агентства, самого агентства и губернатора. Мне кажется, это важно. Вот тот, кто будет первым, тот, конечно, больше поработает, как у лыжников. Ковторить лыжню – это тяжело, прокладывать лыжню, но зато и результаты можно получить более заметки. Ну, сливки снимем, да. В каком-то смысле сливки снимем. И второе, прошу прощения, Сергей Семенович, второе, хочу сказать, что вообще проект Ульяновской-Демитровоградской агломерации, он уникальный для России. Это, во-первых, двухъядерная. Ну, есть еще такие, но вот я, как член межведомственной рабочей группы, могу сказать, что в основном агломерации одноядерные. Там Телябинская, вокруг крупного центра, там Пермская, еще какие-то. То есть, вокруг одного центра, а у вас два ядра, и это совсем другие подходы, новые технологии, пространственного развития. И в этом смысле, ну, респект губернатору, что он активно взялся за этот проект. Я думаю, что опыт, который вы или мы можем получить от реализации этого проекта, он будет заметен на всей Российской Федерации. То есть, у нас получается самая большая агломерация? Нет. Нет? Нет. Самая большая в России – это Московская. 12 миллионов жителей. У нас чуть меньше миллиона. Нет. Просто по структуре, по структуре, она немного другая. И, как сказал Юрий Григорьевич, немного другие принципы будут действовать. Они более сложные, но в то же время и эффект от них, от их реализации, может более ярким быть. Предположим, смотрите, я как пример тоже конкретный. Предусматривает, но в принципе есть, вы сами знаем, скоро при реализации этого проекта приступит на уровне России, скоростная дорога Москва-Казань. Ведь есть определенные предпосылки, что она будет продлена через ряд региональных центров до Самары. Если это будет, то тогда она из Ульяновска в Самару пойдет через Димитровград. И тогда, вы понимаете, скорость доставки трудовых ресурсов Ульяновска-Димитровград-Ульяновск окажется в пределах 40-30 минут. И житель, проживая в Димитровграде, он спокойно может работать в Ульяновске. И наоборот. Вы понимаете, это совершенно новые возможности. В том числе в этом уникальность. Ну, любой проект предполагает финансирование. Я предлагаю Юрию Григорьевичу разъяснить, как будет происходить финансирование этого проекта. Ну, на сегодня мы предполагаем, что в первую очередь финансирование не очень крупных проектов будет происходить все-таки на уровне межмуниципальном, то есть муниципалитета. Например, вот мы говорили про детский садик. Есть идея впервые в России построить межмуниципальный детский сад на границе, куда могут ходить дети одного города и второго города. Ну, вот о чем я говорил, как пример. То есть финансирование из двух бюджетов, я надеюсь, что региональный бюджет тоже в этом будет участвовать, но и содержание этого детского сада будет из двух бюджетов. Пока это новшество для бюджетного кодекса, но я полагаю, что это будет возможно. Это такой один из примеров. Мы полагаем, что серьезное участие будет во всех этих межмуниципальных делах принимать и бюджет субъектной федерации. Вот тот пример, который приводил Сергей Семенович, когда два муниципалитета, дороги муниципальные, а мост региональный. Ну, как бы сам Бог велел. Но и главное, что и мы ожидаем, и, я надеюсь, территория ожидает, это все-таки государство, федеральный бюджет будет активно участвовать в финансировании этих проектов. Основания так считать есть. Во-первых, этот процесс уже начался. Например, сегодня реализуется проект развития дорог городских агломераций. И, по-моему, 16, что ли, субъектов, да, получили такую возможность. Количество я не помню, но то Ульяновская область получила. И 620 миллионов в этом году будут направлены на центр, пока на город Ульяновск. Но в дальнейшем, естественно, будет создана целая программа развития агломерации. И деньги будут, где будут самые приоритетные направления, будут движения определены, и деньги будут направляться туда. Но 620 миллионов у Ульяновской области и город Ульяновск получит. Уже пошло, но кроме этого, поскольку я говорил, что в проекте концепции пространственного развития России агломерации прописаны прямо во первых строках, красной нитью проходят. Я думаю, что в итоге, не исключено, что в итоге в государстве будет создана специальная программа развития городских агломераций с соответствующим фондом для финансирования агломерационных проектов. Но это мы предполагаем, что будет в будущем, когда и концепция будет утверждена пространственного развития, и когда актуализируются такие проекты, как проект развития Ульяновской, Димитровградской, и некоторых других. То есть, другого пути нет, а раз мы считаем, что вот эти агломерационные территории должны быть основой пространственного развития страны, значит, в первую очередь, наверное, их нужно будет финансировать. Мы полагаем, что федеральный бюджет будет участвовать в этом, как минимум в создании инфраструктуры, дорожной, инженерной инфраструктуры, на которую потом будут подтягиваться уже частные инвестиции, собственно, бизнесовые проекты. И в этом, я добавлю, кто начнет первым, и кто более активно будет это делать, тот будет иметь большие возможности получения этих средств. Безусловно. Сказал, выжденьку по целине прийти первым. Вот, вы знаете, я в свое время участвовал активно в проектах, связанных с развитием моногородов. И действительно, Сергей Семенович прав. Я просто с самого начала, вот как только возникла, Пикалева, возникла тема поддержки и развития моногородов, мы писали несколько комплексных инвестиционных планов развития моногородов. И кто был первым, те получили деньги с более высокой степенью вероятности. В том числе и Димитрова. Да. А мы делали проект комплексного инвестиционного плана моногорода Нижний Тагил. Он в числе первых трех. Тольятти, Нижний Тагил и Сокол Ленинградской области, по-моему. Вот первые три муниципалитета получила федеральная финансирование. Здесь то же самое. Вот губернатор, видимо, прямо чувствует это. Чувствует тренды, направления. И похоже, что в данном случае Ульяновская область угадала. Если старт будет активным, то вы точно будете в числе первых. Ну, вот агломерация достаточно у нас такая. Это из девяти муниципальных образований будет состоять. Схема управления какая? Ну, схема, она прорабатывается. Схема, она, в общем-то, будет непростая. Пока, как я сказал, создан проектный офис на базе нашего агентства. В дальнейшем мы планируем, что, да, сегодня заседание, первое обновленное заседание Координационного совета, который будет высшим органом управления агломерат. В Координационный совет входят руководители этих девяти муниципальных образований и часть руководителей областного, регионального уровня. И этот Координационный совет будет принимать основные решения. Как исполнительный орган, координационный, точнее, орган, это будет проектный офис. И я думаю, что проектные офисы должны быть созданы при каждом муниципальном образовании и при ведомствах, которые по направлениям, которые... Это не значит, что это какие-то дополнительные средства. Проектный офис — это, собственно, организация тех людей, которые уже есть, под конкретный проект. Но это надо писать, это надо сделать, и в этом Ульяновская область уже умеет такие организовывать проектные офисы. Это новая просто тенденция в управлении, и не только на уровне регионов, и на уровне государства, и на уровне, перейдет на уровне муниципалитетов. Поэтому я думаю, что в ближайшие буквально два месяца мы уже эту систему выстроим. Ну, я надеюсь, что сегодня координационный совет действительно примет кардинальные решения в этом вопросе, и побежим вперед опять. Как сказал, снова повторяю, цель поставлена, ее надо обязательно достичь. А вот я просто смотрю, будет подписание соглашений, да? Таких соглашений? Соглашение одно – это между нашими двумя структурами о взаимодействии для по реализации, оказания содействия со стороны Агентства социально-экономического развития и агломерации и по развитию Ульяновской и Демитровской агломерации. Совместное участие в проекте. Ну, это здорово. Какие плюсы получат органы власти, получат население от агломерации? Ну, я уже об этом говорю в процессе. Ну, давайте вот это подытожим. Да, подытожим. Главная задача – это повышение комфортности проживания населения. Это повышение инвестиционной возможности, упрощение прихода инвесторов на один муниципалитет с совлечением соседних муниципалитетов. Это улучшение транспортной составляющей региона. Это вопросы затронутся и вопросы здравоохранения, и образования, и культуры. Очень хорошо ложится на агломерационные, это туристические проекты. Потому что они всегда касаются сразу ряда муниципальных образований. Поэтому все это должно не просто, все совместно должно оказать существенное влияние на движение в Ленинградской области, более значимые результаты своей деятельности. Я вот добавлю, с вашего позволения. Ну, вот Сергей Семенович прямо сказал практически все. Ну, например, еще какие эффекты можно получить? Одно дело, когда каждый муниципалитет занимается практически одним и тем же, отдельно. У каждого свои подразделения, штатное расписание. Если эту функцию, допустим, функцию стратегического планирования передать на уровень агломерации, то можно существенно сэкономить средства. То есть, во-первых, потому что это будет один офис, проектный офис заниматься этими вопросами. Во-вторых, там еще и качество управленческих решений может быть на более высоком уровне. Не секрет, что не во всех муниципалитетах зарплата у чиновников не очень высокая. И лучших специалистов не всегда удается затащить. Особенно в сельских. Особенно в сельских, да. И поэтому мы там можем повысить еще и качество управления. Не секрет, что на границах могут происходить разные неприятности. Например, один муниципалитет планирует здесь элитный коттеджный поселок, а второй прямо на этой же, с другой стороны границы, мусорную свалку. Ну, может быть, я огрубляю, но такое возможно. Если эти вопросы решать совместно, то таких вещей происходить не будет. Ну и просто экономится бюджет будет. Когда будут создаваться межмуниципальные объекты инженерной, социальной инфраструктуры, те же там межмуниципальные детские сады, можно будет существенно экономить, более эффективно их использовать. Или строить два детских садика на 300 человек, или один на 600. Это вот такой простой, может быть, пример. Но, естественно, мы там получаем синергетические эффекты. Спасибо, все так понятно и хорошо разъяснили. Желаю успехов всем нам и ждем дальнейших результатов. До свидания. Спасибо. Спасибо.